Аудиокнига Джованни Бокаччо, Де Камерон. День шестой, повесть третья, читает Мария Соловьева. Монна нонна де пульче, благодаря своей находчивости, обрывает епископа Флорентийского, позволившего себе более чем неуместную шутку. Когда Помпинея окончила свой рассказ, все очень одобрили и ответ чести, и его щедрость, королева же изъявила желание, чтобы теперь рассказывала Лауретта. И Лауретта с игревым видом начала так. Очаровательные дамы. Все, что сначала Помпинея, а потом Филомена говорили о нашей неискусности и о прелести острого слова, совершенно справедливо. Возвращаться к этому нет нужды. Вот только я хочу добавить касательно острого слова. Острое слово по самой своей сущности таково, что оно должно кусать не как собака, а как овца. Если же оно кусает как собака, то это уже не острота, а ругань. Слова Донны Оретты и ответ чести – это именно образец удачной остроты. Впрочем, если человек отвечает на что-то и, отвечая, кусает как собака, потому что его самого кто-то укусил как собака, то ставить это ему в вину не должно. Каждый раз следует принимать в соображение, при каких обстоятельствах, где, когда и кому было сказано острое слово. Одна из наших духовных особ с этим не посчиталась, зато ее и укусили так же больно, как укусила она. Вот об этом-то я и хочу вам коротко рассказать. В то время, когда епископом флорентийским был его преосвященство Антони Дорса, достойный и мудрый пастырь, во Флоренцию прибыл каталонский дворянин, шталмистер короля Роберто Диего де Лорад. Этот красавчик и повеса из повес пленился одной прелестной флорентийской дамой, внучатой племянницы епископа Антония, прознав, что ее муж, хотя и благородного происхождения, однако же скупердяй-сквернавец, он с ним условился, что проведет одну ночь с его женой, а за это отсыпет ему пятьсот золотых флоринов. Того ради он велел позолотить имевшие тогда хождение серебряные монеты стоимостью в два сольда каждая и, проведя ночь с его женой, хотя она этому противилась, отдал их мужу в уплату. Впоследствии выяснилось, что сквернавца мужа обжулили, и он стал всеобщим посмешищем. Епископ же был настолько умен, что притворился, будто знать ничего не знает. Епископ и шталмистер часто встречались. И вот в день Иоанна Предтечи ехали они рядом верхами по той улице, где устраиваются конские ресталища. И епископ углядел среди дам молодую женщину, двоюродную сестру мессора Олесию Ринуччи, Монну Нонну де Пульчи, которую вы все, наверное, помните, ее унесла нынешняя чума. Вот на нее-то, тогда еще свежую, молодую, остроумную, находчивую, недавно вышедшую замуж в Порто-Сан-Пьеро, и указал шталмистеру епископ. Затем, приблизившись к ней, он положил ему руки на плечи и сказал «Ну как, Нонна, справишься ты с ним? Нонна почувствовала, что слова эти затрагивают ее честь и унижают ее в глазах тех, кто их слышал, а таковых было немало, и потому она, не за тем, чтобы смыть пятно, а единственно для того, чтобы ответить ударом на удар, сейчас же нашлась. Владыка, сказала она, он-то со мной, возможно, и не справился бы, но мне важно одно, чтобы монеты были не фальшивые». Тут и шталмейстер, и епископ уловили в ее словах укор. Шталмейстер в том, что он с внучкой брата епископа нечестно поступил, а епископ в том, что он оскорбление, нанесенное внучке его брата, проглотил, и обоим стало стыдно в глаза друг другу глядеть, и ничего не ответив, они молча разъехались в разные стороны. «Итак, молодую женщину сперва самое укусили, значит, ничего зазорного не было в том, что в ответ и она, шутя, укусила». Субтитры создавал DimaTorzok